Здравствуйте! Вы смотрите службу новостей город в студии Виолетта Грифина. О главных событиях вторника, второго мая расскажем в выпуске. Смотрите коротко о том, что вас ждет сегодня. Разбился насмерть в военном кителе. Подробности несчастного случая на улице Баграмяна. Готовятся к новоселью. Многодетной семье из Светлого неравнодушные люди предоставили кровь над головой. Страшное ДТП. Кто виноват в аварии на Московском проспекте? 50 дней до Кубка Конфедерации 2017. В Веноградске установили 6-метровый мяч. Красава! Побывать в тропиках, не выезжая из города. В ботаническом саду открылась оранжерея. И главной теме дня. Разбился насмерть в военном кителе. Рано утром 2 мая из окна 6 этажа выпал ветеран Великой Отечественной войны Рено Комаровский. Как рассказывали очевидцы, перед падением 91-летний летчик собрал свои вещи, документы и надел парадную форму. Партнер рубрики «Тема дня», сеть магазинов обуви для всей семьи, «Каприз» и «Каприз Калор». На месте ЧП до сих пор остаются следы крови. Как выяснилось, Рено Константинович проживал в этом доме на улице Баграмяна вместе с супругой. Как рассказали нам соседи погибшего, за его плечами 57 боевых вылетов. Военный летчик первого класса провел в небе свыше 5000 часов. Полковник в отставке, в авиации. На охоту раньше рыболов был. Сейчас просто постарел человек. Ну вот, а так случилось. Но что именно произошло, ни соседи, ни жена пострадавшего не знают. По версии интернет-СМИ, мужчина был болен и таким образом пытался сбежать из дома. После осмотра места происшествия следственный комитет начал свою проверку. Утром супруга почувствовала холод, проснувшись увидела открытое окно, выглянула в окно, увидела тело мужа на бетонном покрытии возле дома на земле на улице. Следствием назначено судебно-медицинское исследование, которое позволит установить точную причину смерти мужчины. В настоящее время следствие склоняется к версии о том, что это был несчастный случай. Окончательный вердикт по этому делу следователи обещают вынести после проведенной экспертизы. Партнер рубрики «Тема дня», сеть магазинов обуви для всей семьи, «Каприз» и «Каприз Калор». И к другим темам. Бойковы готовятся к новоселью. Эта семья, воспитывающая 11 детей, лишилась своей квартиры в светлом за долги по ипотеке. Их проблема, увы, не решена, но благодаря сюжету наших корреспондентов нашлись неравнодушные, готовые предоставить им кровь над головой. Пусть и временной. Подробности в материале Катерины Брынюк. Здесь, конечно, это мечта любой многодетной семьи. Большой, как видите, зал, можно разместиться всей семьей за столом, не видеться в тесной кухоньке. Этот дом – мечта, которая для Бойковых сбылась только на время. Юрий с сыном уже готовится к переезду из потерянной четырехкомнатной квартиры в светлом. Ее нужно освободить в течение пары месяцев. Жилье перешло в собственность к банку после того, как семья задолжала выплаты по ипотеке. Вот как приехали в Калининградскую область, переезда три точно было у нас. То есть, ну вот такого переезда глобального еще не было в такой большой дом. То есть, то квартиры, то две-три комнаты дома. О проблеме Бойковых из нашего сюжета узнали в детско-юношеской деревне Салем-Русь. Глава организации сам вышел на Юрия и предложил заселиться во временно пустующий на хуторе дом. Жилье предоставили бесплатно, нужно будет оплачивать только электроэнергию. Есть, конечно, еще обязательства, они будут отдельно обговорены. Все зависит от возможности семьи поддерживать, понятно, дом в том состоянии, в котором они его получили. И некоторые обязательства по содержанию придомовой территории. Дом находится в 20 километрах от Калининграда. Бойковым младшим, скорее всего, придется оставить художественную и музыкальную школу. Зато поселятся в экологически чистом районе. В деревне живут еще две большие семьи. Они разводят коз, производят сыр, сажают огород. Изначально центр задумывался как вид помощи тем, кто решил усыновить ребенка. Но реалии таковы, что с сиротскими проблемами сталкиваются целые семьи. До Бойковых в этом доме жила другая многодетная семья, которой понадобилось время и место для того, чтобы встать на ноги. Юрий Бойков облегченно вздыхает. Есть год, чтобы собраться с мыслями. У специалиста по установке и обслуживанию сантехники в планах как вариант строительства своего дома. Но квартиру, которую потеряли, он все же хотел бы вернуть. Мы надеемся, что все-таки власти, уже не посторонние люди, уже мы друг другу, а власти какие-то меры примут и что-то, может быть, посодействуют к решению нашего вопроса. То есть, если люди совсем рядом, мы их не знали, готовы на такой шаг были пойти, то найдутся еще люди, которые готовы будут помочь. Бойковы написали три письма в администрацию Калининградской области. Пока там готовят ответ, большая семья пакует чемоданы. Новоселье собираются отметить, как только закончится учебный год. Катерина Брюнюк, Алексей Пономарев, служба новостей, город. Насмешек больше не будет. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий при регистрации имени ребенка использовать цифры, бранные слова, знаки препинания и должности. Ранее родители могли свободно выбирать, как назвать ребенка, а службы ЗАГСа каждый год регистрировали огромное количество детей с именами, не поддающимися логическому объяснению. О других не менее интересных новостях далее короткой строкой. Партнер рубрики «Короткой строкой» магазины финской одежды «Сампа» и «Лухта». Будьте осторожны, на участке между Зеленоградском и КПП Национального парка обнаружены немецкие буны. Из 12 найденных видны только три, остальные скрыты водой. Заходить в море на этом участке строго запрещено. Также пресс-служба Национального парка напоминает, что все пляжи на Курской косе не предназначены для активного отдыха. Максим Коломиец назначен главой администрации Гвардейска. До недавнего времени он работал министром муниципального развития областного правительства. Новый глава администрации обещает сохранить полученные достижения и развивать новые проекты. 1-0. Калининградская Балтика обыграла команду «Мортове» из Саранска. Игра состоялась в минувшую субботу. Напомним, что в весенней части первенства Балтика провела на выезде пять матчей и в трех одержала победу. Следующий матч пройдет 6 мая на стадионе Балтика. И снова о футболе. За 50 дней до Кубка Конфедерации 2017 на выезде в Зеленоградск установили 6-метровый мяч «Красава». Это скульптура, увеличенная копия мяча, которым будут играть футболисты. Также в ближайшее время на променаде города курорты установят цветовые декоративные конструкции. А на рекламных стендах разместят интересные факты из истории футбола. Выиграй 100 тысяч рублей. Как условия завтра в прямом эфире шоу «Утро на колесах». Включай первый городской ровно в 7 утра. Также у каждого калининградца есть возможность побывать в нашей ТВ-студии, получить бесплатный кофе, передать приветы своим родным и близким. Звони к нам в прямой эфир по номеру 99-49-29. Припаркуется наша мобильная телестудия у Дома Советов. Партнер рубрики короткой строкой магазины финской одежды «Сампа» и «Лухта». У калининградцев появилась возможность побывать в тропиках, не выезжая из города. В ботаническом саду открылась ранчерея. Постройка состоит из четырех коллекционных отделений, в каждом из которых посетители могут познакомиться с уникальными растениями. «Начинает свисти мамилярии. Они прекрасно перезимовали, начинают свисти». Видите, сколько много разных видов кактусов. Отсюда и название отделения «кактусовая», рассказывает директор ботанического сада Татьяна Яковлева. Правда, помимо колючих растений здесь можно увидеть и различные виды алоэ. Давным-давно, в советские времена, ботанический сад открывал двери посетителей именно 1 мая. Люди шли после демонстрации и шли гулять в сад. Ну и мы решили такую традицию возродить. Мы с вами что видим? Большие кактусы и агава. Дальше цериусы, опунции. Ну и на стеллажах самые маленькие кактусы. А вот в субтропиках калининградцы смогут полюбоваться гибридом апельсина и лимона, классическим лимоном и вечно зеленой секвои. Коллекционные отделения будут работать с мая и до конца августа. Правда, чтобы полюбоваться кактусами, гостям нужно приобрести дополнительный билет. Касса работает с 10 до 7 вечера. Работники ботанического сада также предупреждают. Понедельник в оранжерее – санитарный день. Смотрите во второй части нашего выпуска. Страшное ДТП. Кто виноват в аварии на Московском проспекте? Неудобства на дорогах. Как не попасть в пробку в преддверии трех репетиций Дня Победы? Яйца, сметана, молоко по доступным ценам. В Калининграде откроют социальные продуктовые магазины в спальных районах. Эти и другие новости сразу после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите службу новостей города и мы продолжаем. Неожиданное нападение. Под Багратионовском на дорогу выскочил табун лошадей. Проезжающая мимо Шкода оказалась на его пути. Водитель попытался увернуться, но одна из лошадей все-таки запрыгнула на машину. Автомобиль получил серьезные повреждения. Пробито лобовое стекло, помята крыша. Ну а выпуск продолжит новости с места происшествия. На Московском проспекте мужчина на «Опеле» в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу. Справиться с управлением ему не удалось. «Опель» врезался в стоящий на светофоре «Ниссан» и перевернулся. Я остановилась на светофоре, а он ехал у меня сзади. Видимо, не собирался с канавы уже. После этого что было? После этого машина его перевернулась, да, вот остановилась. Ну, меня отбросило в сторону, получается, потому что я отстояла. Все, и вот. Виновника происшествия госпитализировали. И снова о дорожно-транспортных происшествиях. 1 мая на Ленинском проспекте столкнулись «Мазда» и «Ауди». Авария произошла у ресторана «Атлантика». В результате ДТП автомобиль «Ауди» врезался в дорожное ограждение. Пострадавших двое – 24-летняя женщина-водитель автомобиля «Мазда» и 34-летняя пассажирка «Ауди». Обе женщины госпитализированы. «Будьте осторожны» на Московском проспекте просел асфальт. Теперь автомобилисты вынуждены преодолевать большую яму. Хотя асфальт просел не слишком сильно, это может стать неприятным препятствием. В Курском заливе три рыбака пропали без вести. Об этом сообщает прислужба МЧС по Калининградской области. 30 апреля рыбаки вышли на моторные лодки и не вернулись. Сообщение об исчезновении мужчин поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 1 мая в 16.35. Поиски начались незамедлительно, но на данный момент результатов не дали. Дарья Веклища, Екатерина Михайлова, Служба новостей город. Калининградских автомобилистов просят заранее подготовиться к неудобствам на дорогах. В городе трижды отрепетируют Парад Победы. Тренировки традиционно пройдут вечером 3, 5 и 7 мая. В эти дни движение в центре города будет перекрыто. Также изменятся маршруты общественного транспорта. Так движение будет закрыто на площади Победы, улице Театральной и части Ленинского проспекта с 19.30 до 11.00 вечера. На это время власти рекомендуют автовладельцам убрать свои авто со стоянок у Драмтеатра, торгового центра «Пассаж» и Центральной площади. С измененным расписанием автобусов горожане могут познакомиться на официальном сайте городской администрации. Тем временем в Министерстве по культуре и туризму Калининградской области вовсю готовят досуговую программу. На эту неделю в том числе. Я особо хочу отметить, что 6 мая в стенах историко-художественного музея состоится концерт нашего Калининградского областного симфонического оркестра, который будет посвящен 72-й годовщине Победы. И каждый, кто придет на этот концерт, сможет абсолютно на безвозмездной основе посетить выставки музея. В тот же день, 6 мая, всех желающих ждут в Светлогорском «Янтарь-поле». Там пройдет концерт ансамбля песни и пляски Балтийского флота, а уже 8-го числа праздник по случаю Дня Победы проведут в Кафедральном соборе. И к другим темам. Как будут жить американские предприниматели через полгода? Где покупать дешевые продукты и как изменится жизнь калининградских водителей? Об этих и других новостях из мира экономики и финансов расскажем далее в рубрике «Бизнес-новости». Партнер рубрики «Бизнес-новости» – квартал на улице Солнечной в Светлогорске. Президент США Дональд Трамп планирует снизить налоги на предприятия. Теперь они будут составлять не 35, а всего 15%. По мнению экспертов, это решение станет самой большой налоговой реформой с периода правления президента Рональда Рейгана. Центр политики и налогообложения США пришел к выводу, что снижение налогов приведет к сокращению государственного дохода. Однако положительным моментом станет стремительный экономический рост. И к новостям российским поддержим отечественного производителя. Минсельхоз планирует внести законопроект о производстве и обороте органической продукции, с помощью которого несколько тысяч фермеров смогут пройти соответствующую сертификацию. Также планируется активная поддержка сельскохозяйственного сектора. Глава ведомства Александр Ткачев уверен, при грамотном подходе Россия может занять до 15% мирового рынка органической продукции. За трезвость Роспотребнадзор выступил против продажи алкоголя в интернете. По мнению главы ведомства Анны Поповой, легализация продажи спиртных напитков в интернете приведет к росту алкоголизации населения. Цитируем, мы только с 2009 года, включив все государственные механизмы, достигли перелома тренда к росту алкоголизации. И этот шаг ухудшит ситуацию. И к новостям местным. Самые необходимые продукты будут продавать по сниженным ценам. Один из местных агрохолдингов предложил правительству Калининградской области разместить социальные продуктовые магазины в спальных районах города. В перечень войдут яйца, сметана, молоко и другие товары. И еще одна новость для калининградцев. По данным Национального бюро кредитных историй за первый квартал 2017 года, наша область занимает восьмое место в России по увеличению лимита на кредитных картах. В декабре прошлого года показатель был на уровне 45 тысяч рублей. Сейчас средний лимит калининградца составляет почти 48 тысяч рублей. Таким образом, мы максимально приблизились к планке 50 тысяч. Партнер рубрики «Бизнес-новости» – квартал на улице Солнечной в Светлогорске. Что радует и что поднимает настроение калининградцам и гостям города, они расскажут сами в нашем традиционном опросе. Тут у меня подрастает сын. Он делает первые успехи, говорит первые слова. Это самая главная и самая лучшая для меня новость. Мы расширяемся. Мы продали маленькую квартиру и купили большую квартиру. Так что у нас двое деток. Вот буквально вчера мы были на празднике. Только не здесь, а в парке «Юность». Нам понравилось. Катались с детьми на аттракционах. Перенес эльфаркт, остался жив. Вот и все. Сегодня отличная погода. Очень радует. Прямо что еще такого произошло. Каждый день что-то происходит. Знаете, за сегодняшний день случилось, что я поехала в парк. С двумя детьми тяжело это сделать. Куда-то выбраться. А так, ну погода хорошая. Цветы расцвели. Хорошие праздники удачные. Отпуск. Супер вас. Да, ну собственно тоже отпуск. Мы приехали в ваш город. Поэтому мы отдыхаем, поэтому у нас все хорошо. 30 рублей 52 копейки за один белорусский рубль. О стоимости других иностранных валют расскажем в нашей традиционной рубрике. Курсы валют на 3 мая. Доллар США 56 рублей 95 копеек. Евро 62 рубля 15 копеек. Польский злотый 14 рублей 72 копейки. И о погоде на среду расскажет моя коллега Ольга Понасюк. Партнер прогноза погоды – дом бизнес-класса Риттерхоф. Здравствуйте. Сегодня 2 мая, день Ивана Война. У славян была традиция выпекать пироги с начинкой. Это сулило богатому урожаю. Также славяне верили, что если 2 мая погода теплая, значит конец месяца будет прохладным. А если облака по небу движутся быстро, значит в ближайшее время дождей не ожидается. От народных примет к прогнозам синоптиков. На среду 3 мая. Днем в Калининграде плюс 14, переменная облачность. Вечером плюс 10. Без осадков. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Всем хорошего настроения. Увидимся на Первом городском. Партнер прогноза погоды – дом бизнес-класса «Риттерхоф». И это все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, которую вы готовы с нами поделиться, звоните по телефону 555-085. Ну а с вами была Виолетта Гришина. Всего доброго и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова